Я не хочу так брать другие деньги. Я готов отдавать, но его не дам. Вот и все. Друзья мои, кругом стемателем. Вы это просто не замечаете, а я замечаю. Со своей коллегой просто я там побывал, там Махмедлевым. Я хочу честным бизнесом зарабатывать деньги. Никого не обманывать, не брать никого деньги. Качество каждого. Я хочу Wellness и видео. Оставьте лайки, подписывайтесь на канал. Показайте о лайках. Я хочу это очень сильно больше. Не знаю, что я вам скажу. Но я думаю, что хочу, что хочу. Один. Из тысячи один. Я что-нибудь перелопащу три тысячи человек, чтобы найти три человека, чтобы зарабатывать десять тысячи баксов? Абициозных, лидеров, мощных. Найду. Я переберу три тысячи. Я услышу две тысячи девяносто, девяносто, там сколько там? Восемь нет, и ты расскажешь, что да. Мне это похвально. Потом буду помогать им. Вот это меня заводит. Вот это статистика, понимаете? Я говорю, что я это сделаю. Я это просто сделаю. Я в эту компанию подписал чуть больше, чем сто человек. Ну, подключил. Понятно так. Он дал реферальные слухи, что они понимают, что люди подключились. Из них у меня есть четырнадцать людей, которые зарабатывают деньги. Четырнадцать. Из них есть три, под которыми сейчас это тринадцать тысяч человек. Тридцать две страны. Три человека. И зарабатываю я в день столько, сколько люди не зарабатывают в месяц. Причем, мне кажется, что это не так. ORE СМС-НО ПОМАТИНСКО, УТТ И ПОМАТИНСКО ТЕЛЕКТО ТЕЛЕКТОТ habita between up to the door. А если у вас есть макия рука, во власти, где можно сесть, наказывать вентиль, посидеть, тогда вопрос, нет таких нет. Нет миллиона долларов, чтобы бизнес уволить или купить биткоин. Нет. Я простой человек, и для меня это было единственной возможностью. Секрет Магель, за что я его полюбил. И он мне сейчас дал ту жизнь, о которой я и мечтал. Я свободный человек, я три недели прожил в Шей-Ланге. Сейчас три месяца живу уже в Грузии. Сейчас мы планируем на зиму уехать в спальню, пока война уйдет. Понимаете? И я не прицепен ни к чему, у меня нет ни бухгалтеров, ни офис, ни червов. У меня, по сути, представьте, все мои структуры, вот забрать мой бизнес у меня невозможно. Почему? А его нет. Его нет. У меня есть, ну как сказать, люди, человека, ну кто понимает, о чем он говорит, да, и фамилии. Я даже не знаю, кто он. Я в глаза никогда не видел. Никогда. Будут меня паяльником засовывать в одном месте. Дай мне его адрес. Не знаю. Я реально не знаю. Там есть фамилия. И вот и закупки его я вижу. Это я вижу. А где он живет теперь на прописке? Я не знаю. Мне нельзя забрать бизнес этот пиво просто нет. Это еще одно преимущество. Пока Анатолий придется с налоговой, кто мне скажет, парень проделится. Понимаешь? Я получил налоги. Я предприниматель много лет. Я получаю все официально. Только всего. И когда я с людьми встречаюсь, разговариваю, и когда я говорю седево-маркетным занимаюсь, они меня посмотрели, и у них такой первый эрор. Потом, ну это просто за границей часто общаюсь с людьми, я не понимаю, что, если я живу в таком отеле, значит, я нормально зарабатываю. Значит, типа, та тема, о которой он говорит, наверное, нормально, а у них пафос складывается. Так видно дальше. Сначала видит такая высокая эрор. Вот седевик. А потом мы как бы вместе гуляем, вместе пьем, вместе отдыхаем. И он понимает, что я живу на таком же уровне, у него у него бизнес. Большой бизнес. А я точно так же, как он жил, но я седевик. И он говорит, что он не понимает, как. И он мне говорит, расскажи мне про свой бизнес. Я всегда задаю три пара стих вопросов. Ты можешь оставить свою билосу на полгода? Он говорит, нет. Ты можешь не вкладывать деньги ежемесячно в свою билосу? Он говорит, нет. Ты можешь иметь свою билосу в разных странах и городах? Он говорит, нет. Я говорю, а я на все эти вопросы? Он говорит, да. Человек здесь лучше. Он говорит, нет. Но это седевик. Понимаете? Но у людей седевик. Он связан совсем с другим. Поэтому вы должны это четко понимать. Я сюда привожу пример. Ребята, какие? Какие? Разные цветы. На ней я вновь, например. Светы? А сколько картинок? Поэтому, когда ты говоришь слово «сетевый маркетинг», у людей возникают разные картинки. Может, это его обманул по жизни. Он попал в какую-нибудь пирамиду финансовую, и он до сих пор думает, что это сетевый маркетинг. И для него это, ну, понимаете, некомфортно слышать это, даже это понимать. Поэтому я сюда дам вам подсказку, секрет. И когда я вижу у человека реакцию, говорю, а почему такая реакция? Мне просто для себя интересно. Давайте разберемся. Расскажи мне. Почему так на ты реагируешь? Что ты к нём боял? Тебя обманывали? Когда начинаешь с человеком разговаривать, сделай потом одну и одну вещь на меч. А хочешь, я тебе покажу свой сетевый маркетинг? Ну, давай. И когда я открываю свой рот, начинаю показывать. Он говорит, вау! Это круто! Мне и так никто никогда не говорил. Кто встречал из вас людей, которые покупали продукты «Королова клуба» и говорили, ерунда все. Было такое? Есть такое. Что, продукт плохой? Нет. Человеку продали продукт, бросили, забыли про него и всё. Я никогда не забуду, как у меня женщина, познакомился, рассказала про «Колова». Кто не знает, есть такая у нас «Детокс» такая программа, которая чистит организм. Да? И она говорит, какой же это ужас. Такая прям смотрит. И мне мурашки пошли. Я говорю, а расскажите мне, что такое было? В чём ужас-то? Ну вот этот порошок, его же проглотить невозможно. Я говорю, а так его убили? Ну как? Оторвало порошок? Просто ссыпало его. Я такой, у меня мурашки дорщаток не потелок. А я представляю, что этот порошок, кто не пил, то не поймёт. Ну как у вас грина? Она к зубам прилипает. А она лекарь. Я, конечно, так и я бы так не хотел убить. Кромопалу, понимаете? Вот. Но я стал выяснять, а почему мне такой негатив? И вот так было неправильно объяснение. А никто не объяснял. Мне просто дали ролики, сама заказала, я говорю, так в чём за проблема? Не в продукте. Вот вы даже это понимаете. Поэтому люди когда так говорят, я говорю, расскажите, как вы это приедете. А как вы у вас садивой, как вы у вас садивой? Расскажите мне про ваш садивой. Ну не до себя, чтоб поржать. Понимаете? А я потом прямо расскажу, что есть у меня. И всё. И я просто... Ну, мне есть чем похвастаться. У вас пока нет. Вы, может, наставники похвастаться. Я говорю, смотри, вот я... Вот это мой человек. Николай Карасевич. Вот недавно получил дает. Ветя вот отдыхает 4-5 раз за границей. Вот Юля Антонова, из-за меня в Черно. Маленькая девочка. У неё тут три образования. Она работала на трёх проводах. У неё не было законопаспорта. Когда я приехал, и я говорю, я отдыхаю 4 раза в году. Она говорит, скажите мне свой законопаспорт. Пожалуйста. Она смотрит. Она играет на каждую свою эту силу. А если у нее есть ключевое спорта, то есть 2-3 и 3-3. Маленькая девочка с одной стороны. Посмотрите. Сейчас эта девочка отдыхает. А эта девочка отдыхает в году за границей. Я расскажу про историю. По здоровью. По бизнесу. В своей команде. Вот это получила квартиру. Вот это здоровый дом под Питером, машину, это путешествие. Это за 5-6 тысяч баксов. Это стоит. Это история. Историями управляет вообще мир. Вы все это просто осознают, но я вам сейчас напомню, о чем я говорю. Помните, такая была сказка, когда добрый молодец скакал на коне, папа говорит «Ты мне эту крышу перекрой, ты что, старая, с ума сошла?», он говорит. «И сначала доброго молодца водой почему напои, где Вода. Второй она говорит. Он говорит, в баньке попарим, очисть меня. Накорми. Летку. Дай отдохнуть, восстановиться. А потом отдела спрашивает. Сказка, смотрите, детский. Это все передавалось в были сотни лет назад. Концепция здоровья. У нас под него есть инструменты, есть продукты, которые людям помогают. Вот и все. Какие есть ко мне вопросы? Давай, вопрос. Я понимаю, что у тебя секреты, но их не бывает. Еще раз говорю. Нет секрета в этом бизнесе. Скрет один. У вас вот с этой проблемой есть. МММ. Не болит. Либо у вас нет методики, как сделать себе поток входящий, либо вы не видите маршрута, либо не хватает мотивации для того, чтобы это делать. То есть вам, у вас все устраивает. Есть профиля. Ну, есть. Ну, нормально. Живут, живут. Машинка есть, есть. Мы не голодаем, не голодаем. С такой мотивацией словник не продаж. Давайте, смейте. Давайте. Какие есть. Любые вопросы задавайте. Я могу сказать, как у меня это было. Для этой компании у меня была другая сетевая компания, Владимир Добный. Он сейчас же есть, в Киеве живет. Раньше он пускал водку, если помните, на клево, это фигня, кто-то с того времени знает. У него была сетевая компания, и однажды он собрал в зале нас несколько тысяч человек. И вот, что я не хочу мечтать, как вы науществу стоите. И он включил у Васицы Добный. Шикарная вещь. Как я не могу сделать. И вот, у меня закройте глаза, обедя ручку, и начните просто писать. Я дико был удивлен, я их писал, мне сказать, перед суток. Своих целей и мечтаний. Мне просто рука сама бежала. Я так, потом возбудился, я не мог два дня уснуть от того, что я написал. У меня это какой-то поток открылась, понимаешь? Я четко понимаю своего хотелки, я четко знаю, что я хочу. Вот я могу сказать, допустим, одну из вещей, которую я очень хочу. Опять сейчас, когда началась война, я это осознал. У меня в структуре есть девочка, Маргарет из Швейцарии. У нее муж работал в самом древнем, так назовем его старом банке швейцарской. Мы были на САДЗе, мы вместе отдыхали. Один раз я с ним познакомился, у нее итальянец, мне был бразильец. Он говорил, почему он на итальянском. Она нам переводила его, скажи мне, я хочу хранить деньги в банке, чтобы спокойно было. Уже какой процент платить? Я говорю, ты не понял, ты будешь платить за то, что мне дают твои деньги? Да. Я говорю, как? В тех банках, которые тебе платят, у них не все хорошо. В нашем банке люди за то, что деньги кэш хранят, нам платят за сбережение денег. Нам. Ежемесячно. Уж такой настоящий банк. Вот это меня очень сильно впечатлило. Я себе поставил цель просто туда заместить кэш в разных городах. Почему? Я не знаю. Ну, как бы мой наставник Алексей Луконин, дай бог вам и здоровья, и у него были три наставника миллиардера. Кто не слышал, кстати, ребят, всем рекомендую, зайдите в гугл, забейте «Секреты миллиардеров» Алексей Луконин. Просто послушайте. Это три миллиардера делились своим опытом. И один из них сказал, если ты хочешь стать пожарным человеком, тебе нужно усвоить несколько вещей. Три вещей. Я скажу только одно. Ты должен отнести в банк, или лучше взять дома, денег столько, чтобы ты мог прожить год, если тогда ты будешь без работы. Ну, к примеру. Кто-то из вас... Сколько месяц зарабатываешь? Сколько живешь? Две три тысячи долларов. Две три тысячи. Берем три тысячи. Умножаем на год. Треть шесть. Значит, у него должно быть тридцать шесть тысяч долларов лежать в кэше. И никуда нельзя лезть. Почему? Может? Такой результат завтра будет, чтобы какие-то качели отнажутся в вашей стране. Я же тоже не предполагал, что такое парика. Я уже делал деграть в Шри-Ланку, но вернуться не смог, чтобы она началась. А у вас не на что жить. А он может, не теряя своего статуса, к которому он привык, жить целый год и начать заниматься либо сетевыми, либо какой-то другой бизнес, понимаете? Это первая мысль, которая очень сильно мне грела. У кого есть столько денег, что вы можете жить завтра, хоп, нет дохода, закрылся королевый клуб у кого-то, либо юридическая компания, и ты можешь год жить на таком же расслабоне, как и сейчас. Есть такое? Такие люди здесь? Нет. Три человека. Ну, классно. Четыре, да? Четыре. Да. Это очень важно. Такими пенальными вещами нас не учатся. А надо школу преподавать. Это дает колоссальное упокойство. Я сел и посчитал, сколько мне нужно денег до конца своих дней. Не на год? Нет. На год у меня уже давно. А вот. До конца своих дней. Да. И сейчас у меня есть цель отложить, конечно, столько, что завтра с ними. Вот война начнется, атомная, но у меня будут деньги в Швейцарии, и я все равно буду жить, чтобы покупать это до конца. Если будет атомная. Ну, если будет атомная, так и банк не будет. Пускай, говорит, половина. Я с запасом все сделаю. Самый умный из евреев в Анатолии всех дней. У меня все запасно. Я всегда все делаю запасно. Я не тютелька. Я на трешку живу, к примеру. Я не 36 положил. Я 50 положил. Я на трешку не живу, я живу намного больше. Поэтому я жил намного больше, чтобы у меня было все хорошо. Это очень успокаивает душу. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Это вам надо. Я могу сейчас дать подсказки. Самому насадиться. Заглазить в гугл. Как поставить себе цели. Как найти мотивацию. Гуглить. Входить на ролики ютуба. Как я это делаю. Как найти мотивацию. Готовы решения нет. Почему? У вас у всех своя мотивация. Чем отличаются от сектантов? Знаете? Не знаете? Сектанты все приходят. Т.е. сутки сидят. Глопают в ладоши. У них цель всегда одна. У сектанта. А мы сектанты тоже. У нас цели всегда разные. Мы только собираемся. Кружку, как сектанты. Поэтому мы сектанты у всех свои цели. У всех свои задачи. Какого-то квартиры, вторая машина не хватает. А то так хочется еще раз уехать. Но на совместный инструмент раз объединяет. Все. Цикантов верили вера, вера объединяет. Все. Поэтому мы такие же, как и все. Такие еще вопросы есть. Как нашли первого апостола? Первого апостола нашел, это был Сергей Матан, Киев. 2008 год, февраль месяц, сейчас он в Одессе, в машину не пирал. Сколько людей перелопатили до первого? Провел около ста встреч. Он давал огнение в газету, и я позвонил к нему по газете. Говорю себе, Сергей, добрый день, мне зовут Анатолий Всегнеев, мы с вами знакомы. Я приехал из Харкова, город Киев, и еще здесь партнер. Я занимаюсь лично тем, я связанно с живой водой. Вас там можете заинтересовать? Говорит, вода, да, я не думаю, интересно. А что у вас там? Мы давайте зайдемся в воду. Он приехал на Кричатик, Месеев перед чашкой кофе, я ему рассказывал про продукт, два результаты. И все, и он стал первым апостолом, в том числе тысячи людей, десятки стран. И я, когда 10 лет было, с момента его подписания, да, я сел, подсчитал, его структура мне принесла чистая прибыль и 300 тысяч долларов. Вот один звонок, одна встреча, 300 тысяч долларов. Как вы думаете, стоит звонить? Я думаю точно. Для меня, по крайней мере. Я буду писать, я буду писать, звонить столько, сколько нужно. Один человек может сделать этот подарок, один. Я говорю, три. Чтобы не было перекусы, подарок не буду покупаться. Три человека в ночи, вот, и все. И все хорошо. На бизнес или на концепцию? Что лучше начинать на ночку? Я человеку задаю вопрос. Я всегда спрашиваю, я человеку даю вилку, и всегда говорю, вы знаете, я, смотри, я нашел на себя компанию, которая производит продукты для здоровья. В этой компании есть 200 продуктов. Есть пять направлений. Вода, еда, система чисток, для дома, все это для тела. Есть люди, которые этот бизнес продвигают. И рассказывают истории по здоровью и по результатам. А мы нуждаем вас вопрос. Или что хочет, то есть там про это или про это. Мы про здоровье. Такая тема, вода, готовность. Я ему вилки даю. И он сам туда утекает, туда, куда ему нужно. Не мне, а ему. Это очень важная вещь. Я ему даю просто вилки, и он сам туда, я туда иду. Потом я даю вилку, туда иду. Потом туда иду. И я иду туда, куда ему нужно. Чтобы он, придя ко мне, получил то, что он хочет. Почему очень часто в сети куртилы? Потому что мы хотим в беду тебе пихуй, мы. Понимаешь? Рим, как у нас есть. Это на очередной этапе. Ну, прям, ду-ду. Все, нет, надо быть водой. Надо быть водой и давать человеку выбор. Все. Вот есть это, это, что ты здесь? Ничего не здесь. Сюда. Интересно, что вы это, поехали. Все. Опять, это вам нужно написать маршрут. Маршрут, допустим, входит, это рандеву. Как вы проводите рандеву? Рандеву – это встреча. Да. Я не знаю, русское слово, красиво называется. Как вы проводите встречу? Очень лучше всего, вот как я сейчас сказал. Есть мое рандеву, кстати, в YouTube. Вот, я записал. Какой еще вопрос? И это также немного быстро, чтобы вас не задерживать. Давай, давай, бери. Как вы работаете с холодными контактами? Вот, например, есть список незнакомых людей. Что вы звоните и что вы не говорите? Сейчас я не звоню, уже много лет не звоню никому. Холодные контакты. Максимум, что я делаю, это я с кем-то знакомлюсь. В аэропорту, в такси, в супермаркете, в спортзале. Как-то такие. Вы уже, ну, сколько и не знали. Лет десять не звоню тут вообще. Ну, хорошо, когда вы только начинали. Когда вы были новичком. Вы как знакомитесь? Как предлагаете? Ну, вот смотрите, я только что сейчас проговорил. Узошли не. Слушай, вот повтори. Более занятия. Я звоню, ну, к примеру, я беру подбрикт, сейчас я к вам. Я бы сейчас работал с людьми по току. То есть людей, через которые уходит большой поток людей. Я не знаю. Парик Махин. Я звоню, говорю, добрый день. Мне дали ваш телефончик, сказали, что золотые руки. Одевали корону на голову. Я говорю, да. И у меня есть два деловые предложения. Это какое? Хотели бы вы, не отойдя от рабочего места, не одевая сочника доходят? Я говорю, да или нет? Я говорю, помогу ей. Опять посадил ее на забор. Туда, раз. Она же сидит и удаст. Ну, да. Надо больше следить, дурак, либо распрыгнуть. Я говорю, да или нет? Нет. До свидания. Я лучше сделаю просто больше звонков, чем буду тут уговаривать кому-нибудь. Да, давайте, поверьте, мой бизнес. Нет. Не хочу. Я хочу, чтобы люди сами хотели. Меня. Тарас, мне вещи. Когда тебя хотят, а ты хочешь. Вот когда вы к этому придете, когда вас будут ходить, или, да, как бизнес распадаешь? Говорит, не хочешь, чтобы людей не будут ходить. Женщины, мне понимаете, да? Что? Когда вы едете, так же, у вас мужик хочет, или такая муку. И ты вся такая, играет, ой, и вся понимаешь. Вот и об этом. Только то же самое, может, делать бизнес, не поверите, что вас хотели, вам хотели. Это приходит опять с опытом. На мнение вопроса, а скорее в пользу. Вы лайв проводите только со своей структурой или с чужими структурой? Кого? Лайв. В инстаграме. Со всеми. Прямые эфиры. Со всеми. Все, кто хочет. Я открыт. А как можно с вами устроить? Написать мне, хочу эфиры, и все это будет. Я сегодня написала, сразу мне вышла по телеграмму уже. В одном из ваших видео я видел интересную такую систему, стратегию, которую мало кто использует по поводу того, как быстрее всего довести человека до заработка 750-1000 долларов с помощью нескольких семейных дисконтов. Да. Можете в двух словах объяснить? Я думаю, многим будет полезно и, в принципе, хороший. Ну, тем, кто в теме, да. А тем, кто сейчас пришли первый раз, они ничего не будут. Ну, это такой достаточно начальный уровень, в принципе. Да. Смотрите. Так как я предприниматель, я всегда стараюсь забрать денег как можно больше. Если компания порешает, то почему не забрать? Делать очень просто. Смотрите. Я когда себе сделал свой номер в компании, я напишу. Нет смысла, допустим, делать. Ну, кто не понимает, ребята, все наши продукты, они имеют баллы. Да? Почему? Потому что, если вы посчитаете, то что вы получите? Смотрите. С полторы тысячи баллов ты получаешь, если человек у меня новый, 25% наличия. Сколько денег? Кто мечтает? С полторы. 375. 375. 375. 375. 375. 375. 375. 375. Плюс премия? 1. 50 баллов. Сколько получается? 325. 325. 325. 425. Долларом получилась с такого товарооборота. А теперь, какие же яйца только в профил? Беру, делаю 750 баллов сюда, и беру номер жены, Наташи, и делаю. Я получаю еще одну премию, 50 баксов, и 10% ее объема – 75 долларов. Это сколько получается? 125 баксов плюсом. К тому же товарооборот. Не больше. Он к тому же. Подвиняйся, если я хочу. Сделал 1000 баллов на этот номер – открывай новый номер. Значит, ты хочешь деньги получать. Это все. Но я стараюсь забрать с одним и тем же товарооборотом просто больше денег. Компания разрешает, почему нет. У меня три номера компании, даже четыре. Один номер зеленый на мастера, один номер золотого мастера, и дочка в 8 лет, она будет делать, получает лиц у вас. Если под ней строй, сейчас все подписывают, пойдет по дочку. Не знаю, будет она заниматься этим, не будет. Но, крайне мере, если я не буду, я не буду, я не жить на сайте. Это все равно опять выдает. В чем выдает? Только вдумайтесь. Мы идем отдыхать от компании, вы знаете, если у меня есть товарооборот 20 тысяч баллов, я за счет компании отдыхаю. А жена тогда за мой счет. Я пошел в другую путь. Я сделал всем ей 20 тысяч баллов в жене 20 тысяч баллов и брать его вместе за счет компании. Раз. Второе. А так как она подо мной мастер, я серебряный мастер, я получил третью машину. Серебряную. Поэтому я умею счетать деньги, поэтому я все делаю так, чтобы по максимуму с одного и того же забрать больше, чем можно. Компания ж не продывает, берите. Это не значит, что, опять-таки, только типа это халява. Так вот, подождите, ты все равно я пошел. Я написал. Просто не в первую линию, а туда куда нужно. Я не могу. Не надо. Нет, это все мои люди. Я просто так делаю. Я один раз, когда мы стали золотыми мастерами, я наспоро просто сделал. Я взял, разделил контракт с женой, я заново все построил. Уже мне говорили, ты давно пришел, сейчас уже это невозможно, и я окей. Я все дезинфицировал заново. Ребят, никогда время, кризис, коронавирус, военно Она никогда не влияет на успех. Есть под Киевом маленький городок, и там же девушка Яна. Она пришла по запросу на месяц. В первый месяц она сделала 10 тысяч баллов. Ее чек был без копеечек – 2 тысячи баллов. На второй месяц она открыла мастер 20 тысяч баллов. В стране и в городе идет война. Поэтому оставить мне, что у вас тут все хорошо или плохо, не надо. Мне один дистрибитер говорит – конечно, у него какая мотивация, война идет. Я бы так поработал. Приезжай! Приезжай в Харьков ко мне, мне квартира поставишь. Давай, давай, давай. Построй бизнес. Ну, народ, блин, вообще, меня шляпает и даже не думает чуточку. Как, если у меня матч в подвал сидит? Понимаете, вот я об этом. Ей повезло просто. Да, ей повезло, как всегда. Я ей повезло. Этот хорошо говорит, этот хорошо посвистит, этот как всегда. Вот у всех все хорошо, а у меня все плохо. Опять-таки, почему? Рабское мышление. Рабское. Мы всегда ищем крайних. Он не так стоит, он не так оден, он не так говорит. Я так не могу. Я так не могу. Я так не могу. У нас страна маленькая, людей нет, деньги кончились. Продукт дорогой. Вот все, что вы можете придумать, это отмазка для себя. Вам отмазка, чтобы ничего не делать. Почему? Объясню тоже. Наш мозг так устроен, что он затрачивает больше количества энергии. Наш мозг больше всего съедает. Поэтому, когда вы хотите сделать новые неробные связи, им это очень тяжело удается. А кто хотел до шести не жрать, а все, до шести, все потом? Есть такие? А кто ж гляд после шести? А? Несчастные люди. Понимаете? То есть мы себе даем обещание, английский язык выучить, по утрам бьет, после шести не жрать, спать десять часов. Ну, то мы и делаем. Мы сами себе обещаем. Нам не мозг управлять. Не вы мозгом, а мозг, да. Он не хочет ничего делать, когда его заставлять. Именно по этой причине много людей не будет никогда богатыми. Они не находятся без силы боли накатать новые нейронные связи. Почему? Объясню. Что с ней происходит, когда вы качаете мышцы? Она рвется. Она разрывается. Она разрывается. И ночью белки выставляют, и она в этом вырастает. Это, как бы давай назовем волокна, это нейронная связь. У нас в голове есть нейронная связь. В голове не обещает. И чтобы настроить их на богатство, надо тоже дать порвалось. Чтобы было некомфортно. Почему? Надо говорят, надо быть в зоне комфорта. В смысле? Да? И тебе некомфортно. И тут люди шаг сделали, а некомфортно и шаг назад. Понимаешь? не хотят тебя петь, хотят, чтобы все было по фэншую, чтобы все было по маслу. Но, ребят, когда все по фэншую, все по маслу, это вы только об одном ударитесь вниз. А если вам тяжело, поздравляю, уйдете в голову. Многие это не понимают. Поэтому, чем тяжелее, тем круче. Это вызов. Это вызов. Потому что, ну, давайте так, если уже прям глубоко уйти, мне эти вещи сейчас очень сильно интересны. Да, да. И, конечно, мы все умрем. Есть хорошие новости. Все по-разному. Вы хотите таблетки, чтобы не умирали люди. Неважно, что вы будете пить какие-то бак, все равно будете. Вопрос, как да и как. Либо лет шестьдесят консульт инфанта, либо лет мусат оргазма. Это выбирайте же вам. У меня второй вариант вставил. Поэтому я занимаюсь собой и пивую. Поэтому смотрите, что получается. Мысль ушла. Мы все умрем. Мы все умрем. А для этого шла. Зона комфорта. От страха. Нет. Я уже в органах поставлю где-то. Я поставил и все там остался. Поэтому обратно не могу обратно обратно. Нервные связи. Нервные связи. Для этогоо все убираются. Про нервные связи. Да. Про нервные связи. Говорят о том, что, нужно, чтобы делать, чтобы надо начать делать те вещи, которые мы раньше не делали. Это... Помните, есть такое заправление, что зофрения? Знаешь, что это такое? Это когда делаешь одни и те же действия, ожидая разные результаты. То есть ты приходишь к саду с картошкой, и сушишь клубнику. Когда мы с вами урём, а мы с вами урём, помните, и мы станем с вами перед Богом, то вообще не важно, какой у вас будет мерседес, сколько у вас будет принято, норма, шоу, партия. Урба нет команды. А что будет самое главное, знаете? Сколько людей продали воду, дали жизнь, здоровье, помогли. Сколько он тебе помог, написано. Я не вспомню этого. Да, это первое. Какую ты пользу миру принёсся? Пользу какую ты миру принёсся. Вот это важно. И вторая вещь, опять-таки, я не знаю, вы это верите, вы не видите, я в это верю, что наша душа переходит в другое тело, реакторнация. И для меня очень важно, какой опыт моя душа здесь приобретёт и в следующей жизни, кем я буду, с каким уровнем, глубиной понимания. Вот моя дочка родилась, да, София, вот, и она сейчас восемь лет, разговаривает со взрослыми так, как будто ей двадцать пять. Север, ты сколько лет? Я с ней разговариваю, как со взрослым человеком, она разговаривает просто, ну, вообще, ну, не ребёнок, понимаешь? Вот у неё душа уже с соком пришла, с глубоким опытом с пониманием. А если двадцать пять, я дебил-дебён, как будто восемь лет, понимаешь? И повредничать. И повредничать. Понимаешь, такие есть? А есть восемь лет. Есть о чём поговорить? С ребёнком. Вот это очень важно. Поэтому CDV-маркетинг даёт колозальные наработки опыта душевного. Здесь очень много всяких душевых вкладов, мы переживаем. Я вот сейчас с «Спартаком» шли, гуляли, рассказывал. Знаете, второй страх в мире, какой самый, второй страх по списку, какой второй страх в мире? В мире. Нет, это первый. Второй страх в мире выступает на сцене. Забудьте. Второй страх в мире выступает на сцене. И я этот страх проигрываю. Вы себе представляете как. Это реально очень страшно. Я сейчас выйду, а при микрофон так расскажу. Я никогда не забуду, это было в первой своей компании, в Евпатории, как сейчас помню, 300 человек собралось, и мне звонит мой наставник, Сергей Ломановский, говорит, «Анатолий, ты будешь выступать?» Я говорю, «Я?» Я думал, что я думал, «Как?» Я говорю, «Да, я одеваюсь в спортивном костюм, и еду в спортивном костюме». Приезжаю, думаю, в спортивном костюме, чтобы не было место в зале. Ну, типа, «Да, как бы нет». Он, а он предпринимательный, он так, снимай с вами, так, подкладывай кроссовочки, рубашку снимай, и он мне одевает еще галстук, я понимаю, что мне уже одели, придется выступать. Я всю ночь не спал, я готовился. Я готовился, я без вас выступал, нет? Понимаете, о чем он говорит, да? Готовился, всякие мысли, там, ну, сейчас же о чем-то расскажу. Я вот вышел на сцену, вижу шесток глаз, и все. Я все забыл. Все ночь готовился. Что говорить? Я не знаю. Все смотрят на меня. Я на них. Они меня… Я не говорю, я буду, я как сейчас напомню, у меня вниз со спины, вот так, через трусы, вот, опускался, у меня носки все были мокрые. Вот, подшелки трущатся. Но я еще стал рассказывать. Что? Я не помню. Что-то плевал. Вышел со сцены, все начали мне хлопать. Люди подходили, а можно у нас автограф? Можно. Можно. Мы получали. В 또 20 killers. Ты не понимаешь, что над hours не буду помню, там, кому любят demands. Не добавись, мы понимаем вначале и заправим сами. В чем там,ailed. Все salesman, и я ваш заправим и сделаю хороший бизнес, а перед счастливой начинается, то я сняёл, ено, это она 첩иiten, reviewed, мас reports А он прыгает, он кайфовывает, почему он к этому привык. Могу я к этому привык? Конечно, могу. Вопрос только – зачем? Понимаете? Вот и все. Это просто привычка. Еще раз говорю – образ мышления. Ребята, начните себе просто вырабатывать, мышление будет принимать. Как оно будет? Первое. За самую жизнь в ответе я. Нет у меня мужа – кто виноват? Я. Нет у меня денег – кто виноват? Я. Нет квартиры хорошей – кто виноват? Я. Но все, что у меня есть или что-то нет – это в «я» в одном виноват. Не родители, они вам чем-то не обязаны. Не ваш президент, скажите, кто за плен? А? Моя женщина. Женщина, значит, президент. Что? Все из-за нее. Все мои невзгоды – все из-за нее. И все они и так далее. И все так никогда. Курс вырос. Еще раз говорю. Как только вы слышите этих людей, перед вами стоит человек, который размышляет в любви наших людей. Богатый человек, размышляет в любви. Курс вырос – отлично, значит, я больше получу, конечно, у нас тоже курс вырос в компании. Да. В Болгарии страна маленькая. Окей, на втором я на руке сказал – есть район про Умения, Болгария, работает. Стоять и евро. Понимаете? У предпринимателя он мысли ведет в рост. А у верного человека, чтобы ничего не сделать, чтобы поменьше закрыться. И всегда к нему говорят, смотри, ты, конечно, можешь закрыться. В степени ничего плохого не придет. Но есть плохая и хорошее не придет. Когда человек открывается, к нему придет и плохое, и хорошее. По-любому. Поэтому, да, душа страдает. Но это, еще раз говорю, наработка опыта. Это единственное, что останется после вашей физической смешки. И сетевая маркетинг очень трудно подкачивать. Очень трудно. Почему? Объясню. Как вы думаете, легково ли иметь организацию вот тряна тысяч человек и ее управлять? Трудно. Это то же самое, сейчас взять вас в какой-то завод, вот взять там в Кишиневе, и стать вам директором завода. Сможете управлять? Но там можно по-другому подорвести. Там прикиньте дженерщиком, потом бригадиром, потом начальником цеха – и ты уже понимаешь эту кухню. Вот в чем фишка. То есть опять-таки встать, пройти все это. И каждый из вас, если сейчас вы в голове простой работяк, оходит на работу, можно стать просто тем, как угодно. Только позвольте себе. Вас никто не тормозит, никто вообще в этом… Только вы себя тормозите. Вы сами себе уговариваете о том, что у вас не получится. Или что у вас не так. И мышление богатого человека, у него все так. У него не так, он так будет, не так так. Он всегда ищет выход решений. Бедные люди ищут как бы оправдаться, богатые ищут как бы проблему решить. Вот и все. И это на мышце. И богатство оно вот здесь. Почему говорят? Это все в вашей голове, все в вашей голове. Они всегда так говорили, говорили на тренинге. То есть я уже научился в общем. Что мои дела? Где они? Деньги мне покажите. Теперь я понимаю, что мы говорили. Правильное отношение, правильное мышление, понимаешь? Вопрос решать. Вот и все. Я сегодня решал куча задач. Я сюда приехал сделать доверение, для того, чтобы принять машину с Одессы. И там было куча проблем, не было документов, не каталось. И я прям походу это пришел. Другой мужик сдался. Часов шесть на это ушло. И я это просто не договорил. Не обыгде, а в этом. В украинском конкурсе. И тебе так, вшшш, будет очередь. Ураин? А? Не в Раев? Нет. Украинский конкурсус. Понимаете? Я прям походу все удумывал и решил. И деньги, блин, вгал и ту, и ту. Я все вопросы не буду. Как я мог, так и решил. И я решил. Если вы думаете, что я хочу всем пихнуть, это не так. Пока я с человеком, у меня не будет нормального контакта, я до дороги расходил. Мне нужно с человеком завести отношения, понять то, что... Я не знаю его потребности, я вообще не знаю. А так, если я буду всем подряд предлагать, я сразу скажу, что нет, 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 нет. Не хочу. Я хочу, чтобы человек понимал. А вообще я делаю себя так, чтобы человек сам прошел, А почему ты занимаешься? Это круто. Так поговорили с человеком, потому что у тебя обычно есть. Вроде, ты все. Сам, кто бы дал добровое восхожение. Еще нет, Пашки, я не верю. Я лучше другим поговорю. Почему? Помните я рассказывал, где-то там есть, милая картошка. Нет? В СССР раньше вывозили всех на картошку, кто-то ездил нет? Да, да, да. Помидоры собирали, картошку собирали. Помидоры, да. И вот, когда картошку соберешь, лента такая была. Да, да, да. Да? И говорят, надо картошку делаю выбирать, хорошую туда. Что делают люди? Я сейчас привожу это на сетевом отеле. Едет картошку. Вы берете, она гнилась, глазками. У вас есть такой описание, какая ручка, и вы выключите вот такие ласки. Моя же ты картошка. Я сейчас с нее все ласки повейкиваю. У нее сейчас твои все об этом. В это время, пока вычистите гнилую картошку, проезжает тысяча картошек. Нормальный гнил ласков. Тысяча барсов проехала, две тысячи уехала, три. А ты гнилые выдираешь, понимаешь? Я говорю, да брось эту картошку, возьми нормальную. Я говорю, ты не понял, я ее сейчас почищу, она будет окей. Я в нее верю. Я говорю, зачем мне ее верить? Я говорю, вот возьми вот тысячи картошек, проезжай каждый день. Он на тебя людей уходит. Но мы берем и вырезаем ласки, у него картошку. Это еще одна проблема, почему люди быстро не растут. Мы хотим всех счастливить, у всех вылечить. Вот Спартак. Парень меня во втором поколении. Я тебе звоню, дергаю тебе, скажи мне. Нет. Он знал, что я въеду, сам потворил. Я бы ему натворил бы? Нет. Скажу тебе честно, я про мудрый закон. Извини, что вы по-честному. Почему? В моей голове нет тех людей, которые со мной не в бизнесе. Их просто нет. Те, кто со мной, те в моей голове, тех я поливаю, с ними я работаю. Их тысячи. Как я вам помню? Всех. А все у меня контакты. Я о нем помню. Если бы у меня был в голове, если бы он встал в бизнес, то я бы, я помню, что за неделю готов к уделить. Я приезжаю. Нет. Вот и все. Поэтому, когда, помните, как закройте глаза, представьте сзал своих людей, все представили, ну как. Вот, ты знаете, в ад поддал. Ну вот день одного знакомого человека. И есть классная новость. Но я не могу, но я не понимаю. Если бы вы были в бизнесе продолжали, в вашей структуре не будет ни одного знакомого. Так что, кто были есть, я не говорю никогда раньше, не с этим. Это люди, 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 людей, людей. А те, кто были, они бы просто не были. А те, кто были, они просто не были. Друзья, родственники, знакомые. Они уходят, но другие остаются. Один и другие остаются. Вот и машина со мной работает. Какие еще вопросы есть, ребята? Или давайте уже по домам. Уже устали все? Тут очень душно. Не хочу вас держать. Все тогда. Спасибо за внимание. Верьте в себя. А, вопрос есть? Да, и вам хотим сказать большое спасибо за этот ценный опыт. И на самом деле это было полезно. Собро пожаловать на нашу родину. И еще вопрос от наших людей. Вы надолго в нашем маленькой красивой стране? Зависит от того, как мне сделают доверенность. Это может быть два дня, может быть четыре дня. Ну, минимум два, максимум четыре. Я же говорил, у меня цель просто машину перерывать сюда. А там доверятся, там такие свои комитеты есть. Поэтому отдых души любви. Была идея просто перерабатывать еще раз очень крайне. Еще раз собраться? Да. Ребята, можно собраться только раз. Вопрос это зачем? Вот скажите, что вы еще не знаете? Ну, кто все знает. Если вы, которые не успели, ребята, слишком быстро мы... А, ну, это туда, окей. Но вы уже все знаете для того, чтобы стать успешным. Я вам вообще не нужен тысячу лет. Тысячу, правда? А что вы еще не знаете для успеха? Ну, много. Ну, да, если с вами. Я как помню, когда же бабушка приходит, да? Бабушка, что вы хотите? Пришла на собаку поговорящую посмотреть, да? Помните? Собачье сердце. Таковы. Я на собачку не могу. Я могу. Ребята, все вы знаете. Просто прикидывайтесь и вести себя от маски. Все вы знаете. У вас есть все для успеха. Продукт, бизнес, составники, школа, обучение. Есть все. Надо просто начать делать. И ночью накачивать. Все. Вы просто хотите, чтобы раз, у вас все получилось. Блокая новость, так не получится. Так же, как и ночица. Кому нравится, когда девочка? Больше девочек, когда ты смотришь на парке красиво. Тебе нравится? Тело так красиво. Ну, он еще лучше. Нравится. Ну, ты же не знаешь, сколько за ним труда, да? За этим паром. Сколько потолстого сошло в зале. Мы-то видим тоже красивое тело. Ребята, такие пари... На красивой тачке. Нам просто, да, если мы ее голову наворвали. Какая тачка? Нормально, конечно, не заработали. Может, логику сразу постараемся, чтобы себя подать. Значит, наворвали где-нибудь. А за этим труд, посадим. Просто большой труд. Вот и все. Я никогда не забуду, когда я приехал в Харьков 20 лет назад. С Донбасса, в Кавканской области. И я смотрел на красивых девчонок, где-то в 18-20, которые они ездили на Масседесах. И на Баймабе. А я как бы приехал из нищей. Как вы думаете? Как мне были мысли? Мы догадались, да? Да. И именно эти. Потом я сейчас вспоминаю, думаю, господи, а почему я так думаю? А что оправдать себя? Валерий Кузьмин. А когда я стал знакомен с девчонками в Харькове, через годы, у которых такие машины... У одной был салон красоты, целую. У другой был папа ресторатор. То есть дети чьи-то, либо девчонки заработали свои деньги сами. Здесь есть люди, которые машины плачут в компании. Есть сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять машин. Заработали. Заработали. И квартира. А, и квартира. Понимаете? Вход. Очень классный. Но люди об этом не знают, опять-таки, что за этим стоит. А за этим стоит большой труд. Как за красивым телом, как за красивыми машинами. И так далее. Вы понял, да? Либо тут, либо вот тут. Хочешь физкультуру? Хочешь дело классное? Спортзал? Вперед. Хочешь много денег? Действуй. Все. Верьте в себя, и дай Бог, что у вас все получилось. Спасибо.